Приветствую, это интервью на канале Севильнет Кост-студии ректора Российской экономической школы Рубен Яникалупов. Приветствую вас в Армении, в Ереване и в нашей студии. Господин Яникалупов, вопросы, которые мы будем затрагиваться, будут касаться российской экономики и армянской экономики в частности. И армянская экономика очень сильно зависит от российской. В данном случае, как часть Евразийского экономического союза, это в двустороннем плане. И в данном случае многих интересует вопрос, почему все-таки российская экономика, несмотря на все негативные прогнозы, которые были во время вот этих военных действий, когда они начались с Украины, несмотря на все это, российская экономика растет. Первый квартал этого года российская экономика в России закрыла плюсом. Если я не ошибаюсь, то есть даже выше, чем 3% экономического роста было. Надолго ли это? И все-таки почему растет, несмотря на санкции? Ну, я росла она. Во-первых, надо говорить в прошлом времени. Росла. Это действительно был очень достаточно быстрый выход из постковидного кризиса, который начался в конце прошлого года. И на самом деле, в начале боевых действий они схватили экономику на такой фазе достаточно активного роста. А вот после этого, после 24 февраля, по сути, с марта уже начали вводиться санкции. И вот тогда уже появились те факторы, которые на самом деле сейчас все уже сходятся. И государственные органы, и Центральный банк, и эксперты, что началось падение экономики. Но это обманчиво немножко просто, потому что первый квартал два месяца были бурного роста восстановительного после ковида. И один месяц. На низкой базе до прошлого года. Там даже в официальном объявлении Центрального банка России, когда они говорили свой прогноз базовый, который уже не очень веселый, там минус 8-9 процентов, они говорили, что было бы еще хуже, если бы экономика не находилась в фазе роста, после такого циклического роста. Поэтому это вот наложились две разнонаправленные тенденции. И поэтому в итоге мы не видим такого сокращения экономики прямо сразу, потому что одна тенденция более-менее компенсировала другую. Во-первых, из-за этого. Во-вторых, многие из негативных эффектов, которые ожидаются на российскую экономику, они даже прям ожидаемо идут с лагом в несколько месяцев. Потому что самые болезненные, на самом деле, самец вот сейчас, все заметили про партам айфонов, не знаю, какие-то и потребительских товаров. Самый болезненный, конечно, удар, это прекращение импорта производственных оборудований, сырья, комплектующих. Все, что связано именно с промежуточными товарами для производства. И там эффект, на самом деле, отложенный во многом, потому что вообще-то были запасы у разных фирм. Есть какие-то приборы, которые нужны для производства, станков. Они через какое-то время, пока что запчасти есть, но в какой-то момент кончатся и так далее. В принципе, большинство бизнесов, они стараются иметь запасы и такую прослойку жира, ну где-то месяцев на шесть хотя бы. И поэтому сейчас они проедают. И когда это проезд, и когда начнутся уже запасы... То есть сейчас экономика фактически проедает свой технологический запас? Да, и это занимает какое-то время. Поэтому кажется, что все не так плохо, но это... Центральный банк, даже Россия, придумал новое слово, не знаю зачем, секвенциальный кризис. В принципе, в русском есть слово последовательное. Когда это не одновременный удар, как в случае ковида был, когда все его закрыли. А постепенно, в зависимости от того, сколько у вас было складских запасов, насколько долго работает ваше оборудование, постепенно-постепенно накапливаются проблемы у всех тех фирм, которые завязаны на импорт производственных технологий. А после этого начнется спад? То есть после того, как они проедают свой запас? Да, вот они проедают. После этого у них прекращают деятельность, перестраиваются. Вот у этих фирм есть такой спад, потом стабилизируются, и потом может какой-то рост или что-то нужно на других технологиях, другого качества, другой цены. И мы все догадываемся, что это будут более простые технологии, это будет более низкое качество товаров, это будут более низкие цены. Ну, относительно. То есть просто из-за того, что качество... Вот в выборе между качественным и дешевым продуктом, просто из-за того, что спрос тоже будет падать, ну, просто люди более бедные будут, то более бедные люди при выборе между качеством и ценой больше внимания обращают на цену. То есть возможно ли, чтобы российский производитель или потребитель в данном случае столкнулся с ситуацией, которая была, так скажем, в 80-е, в 70-е, когда, я не знаю, кока-кола или что-то было там роскошью, так скажем, то есть настолько такие были технологические эмбарго, вообще продуктовые и так далее, которые могут принести вот в такую ситуацию. Или все-таки этого не будет? То есть повторений железных занавесов не будет? Ну, все-таки не в таком объеме, действительно. Это тогда был реально железный занавес, прям почти непроницаемый, кроме там каких-то фарцовщиков и отдельных каналов. Сейчас, конечно, не настолько полная изоляция, особенно по потребительским товарам, они не такие важные, они там символичны, поэтому многие уходят от производителей из России, потому что из-за репутационных издержек. Но они от того, что там, условно говоря, если наладят какой-то немножко не масштабный, но серый импорт, как практически, который легализовались сейчас, и условно те же айфоны будут появляться в России, никто особо сильно переживать по этому поводу не будет, что это какое-то страшное нарушение санкций. Но просто объемы этого будут гораздо меньше. И действительно, это в каком-то смысле то, что было привычно, условно говоря, для среднего класса, сейчас это будет уже привилегия элиты. Это гораздо дороже. Потому что будут больше бедных, я так понимаю. По двум причинам. Опять, просто из-за того, что это сложнее. Цена на эти товары вырастет, а доходы тоже упадут у большей части населения. Почему курс рубля демонстрирует такую чудотворную ситуацию? Она откатилась настолько назад, в данном случае откатилась, что даже превзошла в этом плане, то есть российский рубль сейчас стабильнее в этом плане, чем было до войны, военных действий. Предоставила свои показатели, до войны показатели. В чем причина? И стоит ли этому радоваться сейчас? Вот да. Это правильный вопрос, потому что ничего хорошего в этом нет. Если мы посмотрим, что определяет курс валют, валют на самом деле такой товар, и появляется просто предложение. В нормальном мирном время, когда нет никаких ограничений, есть две такие большие силы, которые определяют спрос и предложение валюты. Первое, все связано с международной торговлей, потому что вам нужна валюта, чтобы импортировать, и вы получаете валюту, когда экспортируете товары. И второе, это связано с финансовым потоком. Это инвесторы, которые, если они вкладывают в вашу экономику, они покупают валюту, она укрепляется, если они уху убирают, то валюта падает. В норме, в мирное время, курс, он отражает балансы торговый и финансовый, и поэтому все привыкли смотреть на курс валюты, как какое-то отражение здоровья, экономики. Сейчас введено достаточно жесткое регулирование потоков капитала со стороны Центрального банка России. И поэтому все, что связано с инвесторами, которые, например, хотят вывести активы из России, и перевести их валюту. Сейчас практически невозможно сделать. Сейчас делают послабление для индивидуальных граждан России, но у них и спроса на это нет, потому что на что-нибудь там было делать с этой валютой, которая сейчас провела из-за других санкций банков, из-за того, что они не могут выехать, и часто западные банки просто не принимают эти деньги. На самом деле спрос не такой большой. А крупные инвесторы, особенно западные инвесторы, они просто им запрещены. Поэтому введенные контроль над потоками капитала финансовую часть определения курса, все связано с инвесторами, практически отрубил, она стала нерелевантной. Поэтому все определяется. Теперь торговые операции в основном. Это экспорт и импорт. Экспортная выручка по сути выросла, потому что сокращение продаж нефти, газа и древних, рюкз, более чем скомпенсировалось ростом цен. Поэтому экспорт вырос, а импорт очень сильно упал. Поэтому валюта не нужна. Поэтому взять, да. Почему дорогой рубль? Это не рубль дорогой, а доллары внутри России и евро дешевые, потому что на них ничего купить нельзя. Я утрирую, конечно, нет. Все равно идут импортные операции, для кого-то это очень важно, но в целом упал спрос, потому что гораздо бесполезнее стали доллары и евро внутри именно России. И надолго ли это? То есть можно ли вот в таком темпе, в такой ситуации держать экономику долго? Ну, фрагов... И обеспечить стабильность своей валюты вот долго? Соответственно, чтобы изменился курс валюты, должно что-то измениться либо в экспорте, либо в инфорте, либо в ограничениях на движение капитала. С точки зрения экспорта, единственное, что может быть, это какие-то более действительно действенные эмбарго со стороны Европы и Америки, это занимает время, это не быстрая вещь. Они вроде сигнализируют, что они туда идут, в эту сторону. То есть в сторону того, чтобы не купить газ, не купить... И упадить ограничения по цене, что, видимо, на самом деле, с точки зрения экономики, более здравая идея, чем квоты. Но в каком-то смысле, сделать так, чтобы экспортная выручка у России упала. Но это долгий процесс. Это, опять же, полгода. Импорт тоже самое. Он будет расти, скорее всего, потому что сейчас будут перенаправляться на другие страны, будут решаться кид-логистические проблемы. Занимает какое-то время, но импорт, скорее всего, все-таки вырастет по сравнению с тем, как он упал сейчас. Можно и сказать, что западные страны переоценили, в данном случае, переоценили вопрос влияния своих санкций на российскую экономику. Или нет? Я думаю, что... Просто все грозились, что вот сейчас будет обвал, полный хаос и так далее. Ну, если так говорили, то люди, которые плохо экономят. Потому что, в принципе, всем экспертам было понятно, что эти меры, они не приведут к такому быстрому эффекту. Они гораздо более действенно работают на такой среднесрочной перспективе. Они в полной мере это, на сути, где-то год занимают, чтобы это произошло. Поэтому, если кто-то ожидал, что это будет очень быстро, не надо было этого ожидать. Ясно. Россия является гравитационным центром Евразийского экономического союза, где находится также Армения. Армянская экономическая достаточно сильно зависит от России в этом плане. В данном случае Евразийский экономический союз сможет ли, по вашему мнению, стать, так скажем, хотя бы крупным, самостоятельным, региональным игроком, чтобы она не сильно зависела от других экономических центров тяжести, так скажем, и выложила свою самостоятельную какую-то там политику, хотя бы экономическую, региональную, или нет? Ну, важным игроком, боюсь, она не имеет шанса встать. Просто взять, посмотреть, просто даже суммарно в ВВП стран ЕС и посмотреть, как доля в мировом, ну, это становится понятно, что это не крупный игрок, мягко выражаешь. Ну, процента 3 там может наскребется от мирового ВВП. Понимаете, что, говорите, какой-то прям серьезной самостоятельности, отдельной какой-то политики, не связанной с партнерами, тут не приходится. Но, конечно же, нам понимать, что экономика ЕС, чем больше она связана с общей мировой экономикой, тем лучше для стран ЕС. На самом деле, это Россия, конечно, это все так говорят, Россия очень сильно страдает от того, что сейчас ее исключили из мировых цепочек. От изоляции. Конечно. Это долгосрочно, это очень большой удар по экономике. И в этом плане, вот если так, ну, тут вопрос, как определять, что мы имеем в виду, когда говорим про самостоятельную экономическую политику, но курс на изоляцию, он совершенно убийственный. Это не того размера экономика. Даже китайская экономика, на самом деле, американская, если я не могу такого позволить. Но они в большей степени работают на внутренний рынок, и они в каком-то смысле более самостоятельные в этом плане. ЕС, конечно, не того масштаба организации. Поэтому, чем больше связей остается с мировой экономикой, тем больше поддерживается производственных цепочек, которые, интегрированных цепочек со всем миром, тем это выгоднее для всех стран ЯЭС. И здесь, на самом деле, если выражать разницы разных стран, то действительно, то, что у России сейчас экономические проблемы серьезные из-за этих санкций, это, конечно, большой удар по всем странам ЯЭС, потому что Россия, как партнер, беднеет. А с другой стороны, для стран таких, как Армения, в каком-то смысле это дает возможность стать мостиком между Россией и окружающим миром, потому что, в принципе, это в интересах России по-прежнему быть как можно больше связанной. Если есть какой-то задний... В интересах России, чтобы партнеры по ЯЭС были таким, так скажем, таким каналом для общения с внешним миром, чтобы они сохранили, так скажем, свою квази-нейтральную позицию в данном вопросе, или все-таки в интересах России, чтобы на них тоже, на этих экономических партнеров тоже, в данном случае, в рамках ЯЭС наложили санкции, чтобы это все привлек еще больше консолидации внутри ЯЭС? Ну, тут очень сложно ответить на этот вопрос, потому что здесь есть, в зависимости от мотивации, экономическая есть мотивация, и политическая, и они иногда проходят в конфликт. то, что происходит в России с экономической точки зрения, сама политика России в последние месяцы, с экономической точки зрения, она самоубийственная, это грандский выгод экономики, там, очевидно, экономические соображения приносятся в жертву политическим соображениям, и поэтому, как экономист, я могу сказать, что России выгоднее с экономической точки зрения, с экономической точки зрения, конечно, для России выгоднее, чтобы партнеры про ЕС оставались максимально открытыми к внешнему миру, и через это Россия продолжала получать хоть какой-то, может быть, урезанный, но доступ и к технологиям, и к товарам, и так далее. Другой вопрос, что, опять же, даже с точки зрения самих партнеров, Армении в частности, это опасность, и это плохой путь, стать просто посредником, просто тупым посредником, перепродавать, покупать там и перепродавать в армию. С комиссией? Да, с комиссией. Ну, во-первых, это опасно, потому что можно сами на санкции, во-вторых, как и в нормальной экономике, посредники, это далеко не самые крутые бизнесмены, условно, это такой мелкий бизнес, а крупный бизнес, смотря с кем ты, между кем и кем ты являешься посредником. Это да, это правда, но большая маржинальность, скажем так, у тех бизнесменов, которые становятся не просто посредниками, а они становятся узловой точкой, где что-то создается, на некоей добавленной стоимости сам по себе. И поэтому вот какие-то производства, которые получают компоненты нужные, западные технологии и так далее, а потом с российским партнером, потом то, что получается, производится, особенно, я думаю, что это будет важно вот именно не в потребительских товарах, а в производственных товарах, а это потом может быть уже передаваться в России, вот это гораздо более выгодное, во всяком случае, самим. Вот Армения, если на самом деле уже смотрится не в России, интересов Армении, конечно же, интереснее развивать такие. В этом плане мы сейчас наблюдаем не только на релокацию российских отдельных граждан в Армению, которые занимаются там в IT и так далее, для которых важно там иметь, сохранить свои связи с внешним мерами, в данном случае финансовые связи, но есть и в данном случае какой-то приток бизнеса в Армению российского, там, по-моему, несколько сот компаний уже переехали сюда, зарегистрировались здесь и начали, так скажем, осуществлять свою деятельность в Армении. Можно ли сказать, что, то есть можно ли ожидать в будущем, вот что в данном случае, компании, которые занимаются, которые работают в сфере общепита и так далее, они будут вкладывать деньги в Армении, закупать сюда какие-то там западные технологии, которые уже не могут они купить в Россию, и здесь какую-то деятельность осуществляют, ну, в рамках я есть, потом экспортировать в Россию все это, или этого ожидать не стоит? Ну, тут вопрос про какие сектора, я не уверен, что это тот сектор, который будет этим заниматься. Вообще, производство чего-то в данном случае, то, чего можно есть. Ну, например, да, то, что можно есть, но я не думаю, что это будет основной самый вот такой... Какие вообще сектора? Это может быть, нет, вот пищевой сектор отдельно, потому что производство, производство продукты Армении, а то они и раньше экспортировались в Россию, и это, в принципе, да, как бы такое... Оно, даже безотносительно текущей ситуации, это было вполне прибыльное дело, которое, ну, есть надежда, что это будет развиваться. Я думаю, что действительно все-таки более, больший потенциал роста, это именно, это вот релокация компаний, которым очень важен доступ, со мной стороны, к западным технологиям, иногда даже не просто с технологиями, финансирование и так далее, вот открытый дат. И с другой стороны, которым важны связи с Россией, либо там, что там клиенты, которым предают, либо потому что там какие-то ключевые, наоборот, работники, например, там, войти на самом деле, многие, кто релацировал, а эти, они своих, одних, одну часть работников, релацировали, вторая, она там остается, или их партнеры, какие-то другие фирмы, но российские, с которым важно поддерживать. Ну, вот, вот, то есть, на самом деле, мне кажется, наибольший потенциал вот развития и релокации фирм, которые действительно, они работают на то, что они сочетают, что-то берут из западных технологий, что-то из российских, производят это, ну, и работают, на самом деле, они могут работать и на международный рынок, и на российский рынок, это уже не так важно, главное, вот, соединение этих компонентов. Ясно. Грозители России, вы несколько затронули эту тему, давайте более подробно. Грозители России технологическое отставание, все-таки, сейчас достаточно крупное, да, или, на ощутимое, эмбарго там поставили, и санкции касаются вот именно технологий, комплектующих и так далее, которые больше не поступают в Россию, а, как мы знаем, начиная с железных дорог, заканчивая другими инфраструктурами, тоже в области, там, авиастроения и так далее, это все зависело от поставок западных компаний, комплектующих западных компаний в данном случае, что грозит России вот в плане технологического отставания, и насколько это серьезно для российской экономики, может ли она выкрапкаться, в конце концов, из этой ситуации самостоятельно, или с помощью Китая того же? Ну, это очень серьезно, на самом деле, я думаю, что это самый большой, в долгосрочной перспективе, это самый большой удар, который, если есть санкции, это отрыв от технологий. И в этом смысле, ну, Россия практически обречена отставать от лидирующих технологий, потому что, во всяком случае, ну, никаких предпосылок тому, чтобы технологические лидеры сильно изменились, нет. Пока что все большинство технологий, вот передовых, например, технологий, они производятся в странах западного мира. Китай приблизился гораздо ближе к ним. По некоторым, но на самом деле очень узкому набору секторов, они вполне могут считать, что они тоже уже вошли в число лидеров. И в этом смысле, как бы, от Китая Россия что-то может получать, но по большинству направлений, 95% направлений... То есть, Китай не сможет заменить в этом плане? Он будет просто, как бы... Китай будет, если будет, он будет такой прокладкой, который, как бы... Вот, знаете, мы раньше, Россия отставала на один такт от, там, западных стран, и получала эти технологии, потом уже переработанные, как бы, напрямую. Вот сейчас она будет отставать на два такта, потому что Китай будет получать передовые технологии с запада, а потом их передавать России. Каждый раз эта передача идет с некими потерями и как минимум с задержкой просто на несколько лет. Это требует времени наладить. А сейчас технологии так быстро развиваются, что задержка на несколько лет, это, ну, если посмотреть в качестве, это, ну, это огромная потеря. Ну, и экономика Армении тоже растет в это несложно... В это сложное время рубль укреплять, и армянская национальная валюта укрепляется. Это как-то взаимосвязано? Да, мне кажется, интересно было, по сути, в позиции Центрального банка говорить на эту тему. Мне кажется, на основном, конечно же, это связано, что курс драма, он очень сильно скоррелировал с курсом рубля, поскольку это очень интегрированные экономики. И просто за счет того, что растет курс рубля, это автоматически, к какой-то степени, как минимум, переносится на курс драма. И тут, на самом деле, надо тоже понимать, что этот факт, что вот столько переехало людей, и людей России, и фермы из России, сам процесс релокации того, что люди приезжают из России в Армению, приводят к кокоррепоколению курса драма, просто потому что, ну, больше людей проявляет спрос на драмы, они теперь им нужны, либо потому что жизнь здесь, либо того, что здесь фермы строят. В этом смысле, в каком-то смысле, это хорошая новость, потому что это отражает то, что вот эти потоки, которые врос спрос на драмы. С другой стороны, понятное дело, что для фермы-экспортеров это уже проблема становится, потому что конкурентная ценовая премьера. И они уже заявляют. Да, это всегда так, на самом деле. Вот с курсами валюты, это нет оптимального курса, всегда кто-то недоволен, либо экспортеры, либо варвартеры. Да, ну, нужно, чтобы курс валюты не был вот так волатильным, а был просто стабильным. Да, тут вопрос не какой правильный курс, а вопрос как бы плохо, когда он скачет. Да, когда нету прогнозируемость в этом плане. И последний вопрос. Стоит ли ожидать оттока капитала из России в данном случае, хотя если не за рубеж, потому что Центробак научительно все это контролирует, а хотя бы в страны Евразийского и экономического союза, где они могут сохранить свои связи с внешним миром? В какой-то смысле, да, я думаю, что это будет проходит, я думаю, что в каком-то смысле мы это и наблюдаем. Релокация бизнеса и так далее. Да, то есть вопрос, опять же, с точки зрения самих стран, как ЕС, как Армения, очень важно давиться того, чтобы это был не просто как прокладка, когда люди переводят деньги в Армении, а потом выводят куда-нибудь куда-нибудь. А чтобы они здесь работали, остались здесь? Да, чтобы они сюда не просто выводились, а использовались для вложения в бизнес, который был бы уже, собственно говоря, находился в Армении. Такое тоже происходит, это релокации фирм, это именно это и есть. Это перевоз капитала, но это не вывод капитала с целью потом в офшор куда-то дармать. А это, с точки зрения российских предпринимателей, это уже такая диверсификация активов, которые в страну, в которой она другие риски, чем в России, ниже сейчас санкционные риски, но все-таки там нет рисков потерять доступ к этим инвестициям из-за прямых санкций. Это вот такая тонкая грань. Единственное, что на самом деле, конечно же, тут очень важный вопрос будет на самом деле руководство Армении. Потому что это очень тонкая грань, как сохранять тесные отношения с Россией и не попасть под те же санкции, что и Россия. Вот это вот, есть должны быть какие-то красные линии, которые надо соблюдать. Ходить поострие, брить. Да, вот, да. Это на самом деле очень, с одной стороны, это большая возможность для Армении, с другой стороны, это большие риски. Это и вызов, что надо по этому вот между струйками пройти по этому лезвию бритвы. И так, ну а это лезвие бритвы, оно идет вверх. Поэтому если по нему идти, то это на самом деле такая большая возможность. Хорошо. Спасибо вам большое за интервью. Это был Рубен Янеколупов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова